привет друзья сегодня отправился на прогулку в лес и чтобы просто так не гулять прихватил с собой чтобы не было просто так скучно скажем так гулять прихватил с собой металл детектор помашу погуляю но заодно покажу вам во что вылилась эта прогулка вот надеюсь что что-то получится найти более интересно чем просто шмурдяк хотя некоторые писали что мой канал то есть на моем канале с удовольствием смотрят даже выкапывание шмурдяка ну ничего не поделать раз на раз не приходится и копатели знают что 90 процентов это просто выкапывание шмурдяка вот но я говорю у меня была мысль вообще просто погулять без детекторов лопат взять возможно с собой только камеру но потом я решил а возьму детектор вот не сегодня мы приехали в лес в одно интересное место где много куча всяких разных ям попробуем их пробить посмотреть что за ямы да и просто в общем-то погулять сегодня 6 ноября в лесу уже ничего нет так что ну то есть я имею ввиду не грибов не ягод не грибников которые могли бы нам мешать поэтому надеюсь что это будет такая спокойная релаксирующая прогулка в общем погнали прежде чем мы начнем выражаю огромную благодарность сергею из украины который по доброте душевной прислал в подарок вот такой вот чехольчик ручной работы для деуса прислал он аж целых два запарился человек знатно со всей этой вирусной ситуевиной в мире даже обычная пересылка стала проблемой в некоторых случаях а в этом случае был задействован еще один человек и шли чехлы по моему даже через чехию в общем я давно мечтал и очень доволен большое человеческое спасибо ссылка на канал сергея в описании ну первую находку по обыкновению и по традиции показываем и это тут же рядом ну то есть от места где включил детектор сразу же вот такая вот загогулина из свинца непонятная короче непонятно чего тут же уже не загогулина а шрапнель из свинца находка нередкая особенно в этих краях предыдущие копательское видео было снято где-то в километре отсюда наверно так что ничего удивительного шрапнель сыпалась на меня как из пушки снова и снова и снова попалась вот такая интересная загогулина непонятная даже не знают снаряда что тяжелая металлическая здесь такая вот прямо слои такие видны непонятно шрапнель давно не попадалось у олдскулов наверное свело олдскулы попалась пробка но не водочная как это обычно бывает а вот такая вот от молока или сметаны которая была на стеклянных таких бутылках советское время с широким горлышком но те кто родился до девяностых скажем так те должны помнить я помню вот при желании можно даже разглядеть наверное число и день обычно там писали там пн там понедельник вторник среда число видно какой-то грибник советское время здесь присел попить кефирчику во времена развитого социализма примерно 60-х годов ходу была вот такая вот бутылка и крышечки для молочных продуктов стекло и металл они картон и пластик как сейчас надо отметить что ассортимент молочной продукции был весьма богат молоко кефир сметана ряженка сливки разной жирности и так далее а закрывались они крышкой из фольги со специальной маркировкой для быстрой ориентации например серебристая для молока зеленая для кефира желто-серебристая полосатая для сливок салатово-серебристая полосатая для обезжиренного кефира золотистая для ряженки темно-желтая для сгущенного молока светло-коричневая для шоколадного молока оранжевая фольга это сметана розовая фольга мечниковская простокваша а красное сгущенное молоко все натуральное вкусное без гмо в эко упаковке так что эко это не новомодный тренд а забытое относительно недавное прошлое разве можно по погоде сказать что это ноябрь красота я хоть и рожден в лютые декабрьские морозы все же по снегу не особо скучаю но и он конечно необходим в день рождения на новый год особенно а вот это странный лисий дом с элементами маскировки впервые вижу нечто подобное дом правда покинут но я уверен что в этом сезоне тут наверняка резвились лисята это такая же похожая часть как я находил слоистая такая металл но это скорее всего что головная часть там минометного например снаряда или просто от снаряда но скорее всего что какого-то минометного здесь внутри место было наверно подозреватель это нижняя часть а это вот такой вот треугольный осколок носа и там сплющена это было тоже самое скорее всего на склоне откуда я пришел множество таких ям не знаю даже это что-то вроде окопа может быть возможных на обратном пути попробую там копнуть посмотрим что будет потому что очень много шарпнули очень много осколков и возможно там были окопы которые обстреливались поэтому здесь все вот так вот эхо войны короче говоря но вот это явно осколок осколок снаряда острый как бритва здесь сейчас уже не такой конечно острый но я думаю в те времена когда он летел то есть образовался он был острющим ну по весу я думаю грамм так 400 есть 500 думаю что если такой прилетает в шею то голова улетает далеко вот где монеты мазафака это лето улетает мазафака 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 Вот еще одна яма. Сигнала не проверял, но в предыдущей не было. Даже не знаю, для чего они здесь выкопаны. Не выглядят особо старыми, но не выглядят и свежими, скажем так. Мусора, ничего нет, сигналов нет. Кто-то когда-то говорил, что возможно местные жители хранили картошку вот так вот. Потому что сосновый лес, песок, и в песке там, ну там, допустим, картошку или свеклу. Ну, что-то мне не верится, что здесь это так было. Потому что скорее поверю, что это какие-то времен войны ямы. Пойду вот туда вниз, там поброжу. Посмотрим, может что-нибудь будет поинтереснее. Тут очень много осколков, очень много свинца. Просто я вместо отдыха чуть ли не работаю уже. Скоро привал придется устраивать. В низине было темно. И стояло вот такое странное дерево. Словно неведомая сила вырвала его с корнем и воткнула наоборот. Солнце с ветром сюда пробивались слабо. И тут, словно все замерло, насторожилась, наблюдая за человеком, посмеявшим нарушить сумрачный покой. Я тоже чуть напрягся, но мысленно попросив разрешения побыть здесь и отдохнуть в тишине, напряжение отступило. А значит, разрешение получено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со мной сегодня опять. Иван-чай горячий, крепкий, но не такой сладкий, как в прошлый раз. Очень приятно посидеть в тишине, в лесу. Сегодня 6-е, как я уже сказал, 6-е ноября. Но тепло плюс 12. То есть не свойственно ноябрю. Я бы сказал, что это сентябрь. Плюс 12. Солнце светило. Но сейчас солнце уже к закату. И здесь становится достаточно темно. Хотя сейчас только полтретьего. И дни очень короткие, что меня печалит. Вот. Очень быстро становится темно. Камера матрицы начинает шуметь немножко. И это меня коробит. Потому что я запариваюсь на качестве всегда. А надо бы запариться в плане контента. Ну, как видите, сами одни осколки кругом. Ничего. Ну, и сегодня я не думал копать. Я думал просто погулять. Потому что давно нигде не был. Был болен. Но не короной. Просто простудился. Есть еще видео фазендное. Знаю, что некоторые ждут именно фазендных, теплых, ламповых видео. Одно есть. Я его почти что закончил. Так что даже не знаю. Возможно, вы его уже видели. Но на момент, когда я записываю это видео сейчас, оно еще не выложено. Посмотрим, в какой последовательности я буду выкладывать. Но в любом случае, я думаю, что это видео тоже будет релаксом в лесу. Ну, еще и покопушками. Конечно, печаль, что находки одни осколки до шрапнель. Шрапнель я набрал столько, что можно, наверное, для рыбалки грузило клепать из ней. Ну, что сказать, друзья. Вот такой вот непланированный коп-прогулка, который я решил поделиться. Пока что, видео, к сожалению, выходят не часто. Все никак не получается. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас всех и каждого. За то, что вы есть, за то, что вы смотрите и остаетесь со мной. Очень радует, что количество зрителей в последнее время начало расти. Надеюсь, что в будущем мы с вами сможем не только лампово проводить время, но и вершить великие добрые дела, путешествовать, а также многое-многое другое. В общем, спасибо вам. Ну, а мы продолжаем. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok